Всем привет, друзья! Контакт это уникальный инструмент, ведь только в нем вы можете найти самые качественные гитары, пианино, абсолютно любые живые инструменты. И в этом видео я расскажу вам и покажу 10 универсальных библиотек, 10 даже необходимых библиотек, которые вы точно должны иметь в своем арсенале. И причем здесь не будет супер дорогих библиотек, которые весят сотни гигабайт, поэтому вам стоит их попробовать. Ну и не будем долго затягивать, не забывайте подписываться на канал и погнали к видео. Итак, первая библиотека в нашем списке, пианино Noir от Native Instruments. Пианино это незаменимый инструмент для любого жанра, и именно вот эта библиотека является универсальной, по моему мнению. То есть, имея эту библиотеку, в принципе, вы можете обойтись и без всех остальных. В этой библиотеке есть не только чистая версия, а также вот и felt, то есть мягкая, ее мы тоже сейчас посмотрим. В звучании этой библиотеки сомневаться не приходится. Вот, но ее звучание можно настраивать, как вы слышите, сейчас это было такое мягкое звучание, можно сделать еще мягче. Регулируя вот эти две крутилки. Так и можно сделать его таким довольно жестким, агрессивным. И раздел felt, можно выбрать, например, второй пресет, он мне больше нравится. То есть, очень качественное пианино, очень гибкое и универсальное, которое, я считаю, необходимо иметь в своем арсенале. Идем дальше, вторая библиотека в моем списке, это Lyrical Vocal Phrases от Sunus Core. Она очень хорошо подходит для каких-то грустных битов, лиричных, может даже дарк битов. Да и не только битов, любых композиций. Выберем вот этот пресет, какую-нибудь здесь выбираем тональность. И тыкая по вот этим остальным клавишам, можно подобрать фразы, которые вы хотите. Очень круто звучит, очень качественно. Я даже вам советую оставлять ревер, который есть в этой библиотеке. Он очень хорошо звучит именно с этой библиотекой. Также здесь есть кнопка Mystique. Он просто добавляет таких дополнительных дилеев, больше ревера и создается еще больше такой атмосферы. Очень классная библиотека, вокальные фразы почти везде очень хорошо подходят. То есть, если в том же аркейде, например, всякие быстрые фразы, веселые как будто, то здесь именно загадочные, душевные. Мне очень нравится. Идем дальше, и на третьем месте у меня идет Joshua Bell Violin от компании Emberton. Я перепробовал очень много скрипок, даже в составе каких-то оркестровых библиотек, которые весят просто сотни гигабайт. И вот это, наверное, лучшая соло скрипкой вообще из всех, абсолютно. Вы только послушайте, как она звучит. Здесь есть режим Poly, и можно играть аккордами. Мне нравится, как здесь устроены переходы. В отличие от других скрипок, в этой библиотеке можно более натуральное звучание получить, благодаря вот этим. Переходы намного натуральнее звучат. Но звучание просто. Я могу просто сидеть, нажимать одну ноту и залипать просто от одного звучания. Идем дальше, и четвертый библиотек в моем списке – Mallet Flux. Я думаю, многие знают эту библиотеку. Это просто незаменимая вещь, если мне нужны колокольчики. Тут есть пять инструментов – Glockenspiel, Celeste, Xilophone, Vibraphone, Marimba. И также у них можно менять, например, на Hard. Boft – это значит, то есть с мычком от скрипки играли по Marimba. И также Reverse. Reverse тоже очень часто пользуюсь. На самом деле, с этими чистыми колокольчиками можно очень интересного звука добиваться. Например, на Glockenspiel я накидываю изотоп-вайнал и накручиваю немножко Warp Dev. Вот, в небольших пропорциях очень классный эффект дает. Вот, но в этой библиотеке еще есть раздел Flux. То есть это были синглы. А здесь такие секвенции, арпеджиаторы. Этим разделом я чаще пользуюсь. Вот, например, можно выбрать здесь. Вот, например, здесь можно выбрать четыре четвертых, восьмые. И вот тут куча пресетов. Зажимаете, например, какой-то аккорд. Вот, и чтобы заполнить какую-то атмосферу или создать подложку для мелодии – Must Have. Пятая библиотека в моем списке – это The Orchestra. Может быть, на фоне супердорогих библиотек ее звучание не столь качественное, но и весит она в 10, а то и в 20 раз меньше. И в принципе, если вы не занимаетесь саунддизайном или не придумываете саундтреки к фильмам, то этой библиотеки вам вполне достаточно. Первые скрипки, вторые скрипки, челло, виолончели. Кроме струнных есть браз, духовые, перкуссии, например, тот же glockenspiel или же harp. Вот, но также в этой библиотеке, если выбрать The Orchestra Complete инструмент, здесь будет куча оркестровых арпеджиаторов. Не то что арпеджиаторов, но таких ритмичных проигровок. Ну то есть, для таких киношных битов, типа Lil Baby или Baby Kim, очень классно подходит, и как оркестровая библиотека, которая немного весит и при этом достойно звучит, я считаю, это уникальная библиотека, очень рекомендую. Шестая в нашем списке библиотека, это обычная акустическая гитара. Также здесь можно менять звучание, например, Muted, Flageolet, Tremolo. Также куча пресетов. Звучание у них не сильно отличается, но всё же стоит попробовать, например, вот... У них чаще меняются именно эффекты. То есть, просто очень классная, качественно звучащая гитара, которая немного весит, и в целом, как единственную гитару её иметь, очень даже реально. Но единственное, если вы любитель нейлоновых гитар, то вам стоит заиметь от Native Instruments, есть такая же гитара, только версия с нейлоновыми струнами, тоже очень классно звучит. Но именно вот эта библиотека, она универсальная, имеет такое нейтральное звучание и подходит для любых жанров, для любых настроений. Следующая библиотека – это Bansuri Flute. Ну, что тут сказать? Очень хорошая флейта, очень приятная. Можно настраивать динамику, вибрато, чтобы прибавить живости партии. Также можно настраивать орнаменты, различные артикуляции. Но, честно, этими настройками я не пользуюсь. Эту библиотеку я использую как соло-флейту. Но я пользуюсь разделом Bansuri Phrases, который также есть в этой библиотеке. И уже отсюда я могу взять какие-то фразы, записать их и потом подогнать на плейлисте. Есть длинные фразы, средние, короткие. То есть, например, это можно обрезать. Вот таким образом. И можно очень интересного звучания достичь. Не скажу, что это универсальная библиотека, она обладает таким этническим оттенком, но это как раз-таки ее плюс. А если вам нужна универсальная библиотека, то можно взять, вот, например, из CD-оркестра. Так, следующая, восьмая библиотека в нашем списке. Это гитара, нейлоновая гитара. Renoxans Expressive Nylon String Guitar. Я ее уже неоднократно показывал в своих роликах. Очень приятно звучит. Очень плотно, ярко. Можно настроить вот здесь компрессию. Также ревер, дилей. И что особенного, в этой библиотеке можно настраивать орнаменты. То есть, видите, я тяну вот эту линию. Если я играю, к примеру, на низком Velocity. И когда Velocity достигает вот этой зоны, то гитара делает вот этот орнамент, слайд в данном случае. Вот. И также с нижним диапазоном можно такие же вещи делать. Также здесь есть какой-то раздел Cores, но я им не пользуюсь. Возможно, можно тут страм настроить. В общем, ну даже как соло-гитара, я вам очень рекомендую. Очень классная библиотека. Продолжая тему гитар, следующая в нашем списке. Электра-гитара от Native Instruments. Electric Soundburst. Очень универсальная гитара, подходит под любые жанры. У нее есть достаточно много предустановленных пресетов. То есть, вам не обязательно иметь какой-нибудь гитар-рик или амплитюб, усилители и так далее. Вот, находятся вот здесь. И они реально достойно звучат. Вот. Но также вы можете Clear All Slots. Получается просто клин-гитара. И уже на микшер накидываете гитар-рик или что вы там хотите. В общем, крутая электрогитара, имею которую, в принципе, никакие остальные вам и не нужные будут. К слову, у этой гитары, как и у Picket Acoustic, также от Native Instruments есть версия Strum. То есть, бой. В данном случае выбран арпеджиатор. Очень классный проработанный арпеджиатор. Очень классные переходы. Можно нажать вот сюда вот на лупу и выбирать разные варианты арпеджиаторов. Либо Strum можно выбрать. Вот мьютер. То есть, для битов в стиле Yen, Dior, 204K Golden, Roddy Ricci идеально подходит. Очень классного живого звучания можно добиться. На десятое место я поместил библиотеку Exhale от Output. Это библиотека, основанная на ваккодинге. Здесь есть как и соло, такие ваншоты. Так и вокальные фразы. Я пользуюсь этой библиотекой, если мне нужно необычное звучание, такое какое-то модерновое. Когда я не всегда знаю, какой точно мне звук нужен. В этой библиотеке я всегда найду то, что мне понравится. Ну и бонусом, одиннадцатая библиотека. Про неё я просто не мог не сказать. Это Jade, этник оркестра. Очень крутая библиотека для слайм-битов, если нужно какое-то этническое звучание. И в этой библиотеке самые лучшие флейты. Просто из всех библиотек. Также есть стакката. Вот. И также у меня здесь установлен раздел Plucket Strings. Это всякие этнические струнные инструменты. Или, например, Гуджен. То есть такое суперэтническое звучание. Просто must have. Да, эта библиотека весит очень много, но можно её установить не полностью. Как вы видите, у меня нет некоторых сэмплов. Но сегодня я об этом не буду рассказывать. Я думаю, выйдет отдельный ролик на моём Патреоне. И также там я расскажу про оставшиеся мои библиотеки для контакта. Да, библиотек для контакта у меня установлено больше десяти. И этими остальными библиотеками я тоже часто пользуюсь. Там будет библиотека с такими звуками. Ну, примерно. Или вот с такими. То есть там тоже есть о чём поговорить. Поэтому подписывайтесь на меня на Патреоне. Подписка начинается всего от одного доллара. Таким образом, вы поддержите меня. А я взамен буду публиковать звуки из видео. Какие-то дополнительные туториалы, как, например, вот этот. И много чего ещё. Всё, друзья. Такие десять. Сколько их одиннадцать библиотек. Я могу сто процентов рекомендовать. И советую вам их как минимум попробовать. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там у меня можно приобрести биты. Также сведения и мастеринг вашего трека. Подписывайтесь на этот канал. Не забывайте ставить лайки. Поделитесь комментарием, какими библиотеками для контакта пользуетесь вы. И какие вы считаете самыми лучшими, по вашему мнению. Но лично я для себя и своего опыта. Я действительно перепрол очень много библиотек. Я помню, у меня было 300 гигабайт просто библиотек для контакта. Но со временем я продолжал пробовать, удалять старые библиотеки. И остановился именно на вот этих. Но не скажу, что 10-11. Чуть больше у меня установлено. Вот. И советую их попробовать вам. Ну и все, друзья. Надеюсь, ролик был полезным. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. Всем пока.